Друзья, всем привет! У нас часто бывает такая ситуация, когда наши мальчики-девочки с офиса выбирают лучший автомобиль к осмотру первым. То есть в списке, грубо говоря, штук 20, пробивая по базам, общаясь с заказчиком, смотрим историю, выбираем лучший, едем его смотреть. И он действительно оказывается очень неплохой. 30-е, уже 30 июня. Ровно луцкое кольцо Volvo XC90. Просто, ну, в общем-то, наверное, пока читается оно на ошибки, я сразу посмотрю, зафиксирую для акта осмотра показания. Потому что глаз это хорошо, но прибор это намного лучше. Значит, этот автомобиль, он с 16-го года находится здесь, в Ровном, и он идет на личном использовании матери парня, который ее продает. Вот. Судя по повадкам, парни не занимаются массовой продажей автомобиля, потому что у них даже, ну, разговор немножко по-другому начинается. Управление исполнительным механизмом вихрей камеры. Вихревая заслонка здесь попросту не работает, потому что вот висит вот эта тяжка, ее надо, она уже разболтанная. Здесь очень часто ставят, типа, с жигулевского карбюратора, подбирают по длине и устанавливают. Но сейчас он ругается, что вихревая заслонка не работает, она уже сопливит, ее, кстати, менять нужно. Слегка подзасопливленный вот этот тройничок, как и, в принципе, у всех. А так, в общем-то, чистый двигатель. Но здесь другая парадигма. Здесь для заказчика эта машина первая, и ему не с чем сравнить. И поэтому получается такой вариант, что, вау, первый неплохой, ну, он такой себе. Там где-то скольчик, там где-то царапинка, и всегда что-то хочется лучше. И поэтому начинаем искать что-то дальше, и не факт, что это получается лучше. Точно так же получилось и в этот раз нашим заказчикам. Выбрали первый автомобиль. Он действительно был хорошим, он действительно был достойным. Но пока он думал, автомобиль продали, и мы потом очень долгое время не могли найти машину хорошую. Есть несколько автомобилей на Западной Украине, есть в Ровенской области, есть в Хмельницком, есть в Днепре, есть в Херсоне. Как вы понимаете, ну, в общем, разбросано по всей нашей любимой стране. Куда ехать? Принимаем решение ехать на Западную Украину. Прикольный, вот, но пробег это чуть-чуть не его, и такая она слегка подготовленная, с крашенными дисками. Пузов у нее, ее. Ну, так выглядит действительно неплохо, но понимаю, что пробег нифига не его. А вы же сказали, что он не фарбованный. А тебе не фарбованный. Вот все два элемента. Ну, покажите мне на вашем приборе, на моем приборе не показываю ничего. Ну, объективно. 208 – это украшено? Долако может немножко кипище будет? Большое. Что я хочу сказать, у 208, я не помню, 400 или 500. Не, ну, 400-500 – это уже, конечно, с... Гораз, я почуваю вас. Ну, неплохой, но два элемента украшенных. А можно приоткрутить эту штуку, посмотрим, течет с нее масло или нет. В смысле, с самой турбины, соответственно, с патрута. Так, сальники коленвала тут сухие, теплообменник, все хорошо. Трочно сопливит сальник полуоси. Половая передача в норме. Сама турбина горячая улитка сухая, холодная тоже. В принципе, по говну сильно не ездить. Не, сильно снимать ее не надо. То есть... Нет, тут... Там одноразовых запчастей нема. Нема, нема. Вы ослабили его? Конечно. Если ослабили и масло не течет, то больше-менее нормально. Тобто, ну, турбины еще не пипец. Дальше была машина во Львове. Она уже была эпизодически засвечена в одном из видео. Можете посмотреть, я ссылочку оставлю. Появился автомобиль. Была очень большая надежда на то, что он действительно хороший. Потому как официальный автомобиль имеет полную историю. Подтверждение родного пробега. Единственный хозяев. Продается в автосалоне. Все нормально. Передняя дверь с переходом на правую переднюю дверь. Потом обе стороны по правой двери. Правая передняя, правая задняя. Фара одна семнадцатого года, вторая одиннадцатого года. Хотя машина двенадцатого или тринадцатого даже. Премни безопасности здесь с семнадцатого года стоят. Я, конечно, не залазил так далеко, чтобы посмотреть на подушку безопасности. Физически менялась она или нет. Но есть подозрения того, ну, то, что разбиралась рулевая колонка, я вижу. А рулевая колонка по разным причинам разбирается. То есть, то, что у нее не слонячий пробег, это да. Вот. Но он здесь крученный, но доказать не могу. Объективно могу сказать, что по косвенным признакам, ну, турбину никогда не ремонтируют на 120 тысячах. Потому что очень рано. Здесь турбина стоит слегка бэушная. И плюс, ну, ремонт такого сомнительного качества, потому что вместо прокладок тут поставили герметик. Судя по тому, что программное обеспечение у нее здесь с ошибками вываливается, это говорит о том, что, ну, я предполагаю, глубоко еще не копал. Но я думаю, что здесь уже вырезан катализатор и стоит уже другое программное обеспечение, которое заточено потом, чтобы его не видеть. Также об этом свидетельствует очень грязная выхлопная система, которая коптит аж, 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 аж слегка на бампер. Плюс сервисная книжка где-то каким-то таинственным образом она растворилась при химчистке. Ну, нету документов, типа она обслуживалась все время только на официальном сервисе. Нету выяснилось, что она на официальном сервисе обслуживалась до 120 тысяч. Потом начали выяснять, где, что, куда. Последний крайний сервис он делался. Ну, есть у нас тут на проспекте Науки такой большой гаражный кооперативы. Там есть Игорь Иванович, классный парень, специализируется только на Вольвах. Эта машина была уже у него. Не, ну, занимаются они хорошо, но не в соответствии от того, что было заявлено. Было только у официалов, а по факту она уже не у официалов. Вот, потом при разговоре парень еще рассказал о том, что она заезжала в Гловаху. В Гловахе тоже есть сервис. Ну, тоже по Вольво специализируется, но... Но, 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 это тоже не официал. Вот, вроде, вроде бы как и неплохо, но слишком много всяких несоответствий. В Киеве автомобилей нормальных к осмотру уже не осталось. То, что было, мы уже посмотрели, и все они такие, очень-не очень. Дальше принимаем волевое решение ехать в Днепр. Скажу честно, мы эти автомобили не рассматривали, потому что по косвенным признакам это все автомобили перекупов. У одного сфотографирован автомобиль прямо на территории автосалона. У второго 84 активных объявления. В общем, все машины, которые мы смотрели, они с завышенной ценой. И они все по предварительным данным от перекупов. Но заказчик говорит, окей, я согласен, пусть будет дороже, поехали к перекупам. Вольво XC90, кстати, предварительно я его уже посмотрел, он довольно неплохой. Интересен тем, что он затянут в пленку, причем что крылья, что капот, что пороги, что сами дверные ручки. То есть крашенных элементов, за исключением бампера, я особо-то и не увидел. По активным ошибкам у нее иногда только залипает кнопка сидения памяти в первом положении. Была здесь не рабочая вебаста. Ее починили. Ну, по крайней мере, судя по тому, что сейчас ошибок нету, ее починили. Или же просто отключили. Сейчас будем разбираться. Пробег. У нее заявлены 100 с чем-то тысяч, но я думаю, что тут около 200, где-то 170-200, потому что уже начинает подтекать воздушная заслонка. А так, в общем-то, очень даже и неплохо. В автомониторе, в принципе, полная история ошибок. Никто их не стирал за время использования довольно длительной автомобиля. То есть они есть, они все неактивные. Из активных эта вот эта вот кнопочка, она иногда залипает. Мотор помыт. Автомобиль подготовлен к продаже. То есть вот здесь вот, вот эти вот сопли начинают течь где-то ориентировочно на 170 тысяч. Поэтому есть подозрение, что слегка он корректирован. Есть еще один хороший, зачетный, самый дорогой автомобиль. Вот просто дороже на Украине уже нету. Едем смотреть, потому как парень по телефону рассказывает, что вот, ну вообще ничего не найдете. Ни одной, ни одного подкраса, нигде ничего. Все классно. Но накануне он царапает две двери. Из активных ошибок это реле очистки фара. Оно здесь не работает. Ну, я сначала думал, что очень часто достают под предохранителем, режут провод для того, чтобы не уходила жидкость. Но нифига, там все целое. Надо смотреть глубже. Зависание воздушной заслонки в открытом положении. То есть вот эта вот хрень работает неправильно. Если выключить зажигание, она сейчас сразу отскакивает сюда, то есть она закрывается. А она, почему вот эта штука работает неправильно. Потерялась самотяжка. Здесь парню прицепили такую с жигулевского карбюратора. В общем-то, типа и неплохо. Да, он даже не может нормально позиционироваться. Знает, как быстро лечится. Ремень, кстати, свеженький. Вот эта машина, она более интересная, чем предыдущая. Вот. Из всего у нее меня на только лобовое стекло. Так, ладно. Я уже сюда дошел. Сейчас пройдем по показаниям. Фары чуть-чуть уже пошли трескаться. Визуально по пробегу она больше похожа на правду, что у нее 120, чем у предыдущего. То есть пока ничего такого, чтобы не соответствовало пробегу, я не вижу. По крайней мере, потерялась стяжка. Ну, потерялась и потерялась. Зато соплей здесь нету. И мотор у нее не мытый. Везде абсолютно сухой. Рулевой в норме. Есть подозрение, что у него вырезан сажевый фильтр, сам катализатор. Но пока это только подозрение, потому что много программных ошибок. Парень где-то зацепился. И у нее есть такая царапина, вмятина, вмятина, царапина. То есть такая довольно неприятная. Она уже замазанная. Также моббинги чуть-чуть повреждены. Если посмотреть на эту машину, отбросив все, машина, в общем-то, неплохая. Хотя у нее есть очень много всяких недостатков. И несмотря на это, парень ее хочет продать практически за 25 тысяч. Он ее купил за 25 в прошлом году, покатался на ней, нифига ее не обслуживал. Даже масло не менял, он сказал. И хочет он ее продать практически за 25 тысяч. При этом поцарапав две двери и поломав заслонку, вихревую заслонку на двигателе. Дальше был еще один автомобиль. Он был несколько дешевле, чем все остальные. Но тоже по всем признакам это автомобиль перекупа. Поехали еще смотреть его, потому что все-таки мы рядом. Да и вариантов, честно говоря, у нас уже это последний в этом регионе. Так, значит, по ошибкам. Ошибки у этого автомобиля все неактивные. Ошибки по коробке передач были. Но коробка передач, блок здесь, он ремонтированный, деланный. По параметрам. Я не вижу, чтобы машина была крашеная. Кстати, цвет у нее нифига не черный. Это такой... Ну, клеющий уголь, а как бы его на русском языке сказать? Темно. Очень, очень гнилая вишня. Очень гнилая. Но он не черный, он такой темно-темно-вишневый. Клеющий уголь. Цвет такой вживую я на XC90 вижу впервые. Я видел выкраски таких цветов в Европе. Но вживую я видел такое только XC70. XC90 я не видел. Ни одна запчасть здесь не отнималась. По состоянию салона. Сразу вот самые запиленные части. Не сильно, не учитывая пробег 213 тысяч. Кстати, пробег я не нашел подтверждения того, что он крученный. Поэтому пробег здесь родной. Не работает моторчик массажа на правом сидении. Единственное, что меня насторожило. Вот здесь вот нет наклеек, но она и не крашеная. В принципе, у многих нет наклеек. Они отрываются, падают. Показания у них абсолютно нормальные. В принципе, здесь видно еще. Вот уже аж до металла дошло. И грунт видно, и самооцинкованный металл. Подушки я смотрел целые. Стекла у нее все одинаковые, кроме лобового. Лобовое уже мененное. Причем мененное, но в 2014 году. Типа очень давно, но стекло уже мененное. Заднее оно слегка зацарапанное. Где-то ездили без щетки. Когда я купил ее? Я купил щетку зашелбился за пизодорием. Вот эта вся хрень в сборе стоит 300. Вместе со щеткой. Ну, не захотел я ее купил, а сразу поменял. Она цеплялась. Полистар здесь родной. Имеется в виду сделанный на сервисе. Крышка сама не отнималась. Все у нее ровненько. По заду я проблем тоже не вижу. Несмотря на то, что у нее слегка... Как слегка? Окрашенный банк. Не до конца сполированный. По молдингам я заглядывал. Они еще ни разу не снимались. Вот эти вот я имею ввиду спереди так точно. А сзади, чтобы посмотреть, это надо... Это надо снизу снимать. Нужды в этом нет. Я вспомнил, почему усомнился в этом автомобиле. Потому что на фотографиях я увидел детское кресло. А так очень часто любят делать перекупы для привлечения внимания. Поэтому я эту машину изначально вообще пропустил мимо ушей. Как малоинтересную. Хотя вот сейчас понимаю, что это с моей стороны была реальная ошибка. Машина неплохая. Недостатки уже вижу, но это под капотом. Это как бы традиционно все для Вольво. Если колеса на место поставить, то они сильно не выпирают. У меня просто проставки стоят. Только в дождь проехал, у меня сразу вся бочина грязная. За то, что проставки... Она без проставок. Так вот и я думаю, может себе снять проставки и поставить колеса на место. Потому что пипец через день на мойку. Ну вроде бы и оно так особо и не видно. Но по бочине видно, что позавчера был на мойке. Так. Вам веселее. Значит, по традиционной вот этой вот болячка, которая обычно вылазит к 170-180 тысячам. Здесь уже 213 и она ест. По турбине соплей сверху я не вижу. Но это мы сейчас еще поедем, посмотрим на... Снизу на СТО. А я рекомендую эту машину посмотреть снизу. Хотел еще показать, что колеса здесь уже, грубо говоря, докатать. Резина умершая уже, все. Лето, зима новая. Это не первый автомобиль, который смотрим. Чтобы не было каши в голове, я ему просто отправлю для того, чтобы было общее понимание. Резина снизу. Вы говорили это, да, но я фиксирую факт того, что... Ну, докатать ее... Я видел, что вы снимаете. Докатать ее, и этого хватит. Вот, фары уже начинают покрываться арабской вязью. Но это, как правило, из-за... Омывачки. Да, омывачку. У нас не очень качественный радиатор. Уже просится под замену, но он еще работает. И недавно эти радиаторы были на промывке самих пакетов. Ну, это я тоже у официалов делал. Они снимали, все чистили. То есть, не в гаражах. Машина в гаражах не была ни разу. Эй, дядька, ну, уезжай, погодь. А я, а как же мы? На, поднимай. На, поднимай. По машине она действительно очень неплохая. По сравнению с тем порожняком, который мы смотрели до этого. Нет, там тоже можно было еще это выбрать. Но здесь она реально, вот как есть, 200 тысяч чем-то у нее. 213 заявлено. Вот так вот я ее и вижу. И по салону, и в принципе сзади я снимал боковинки. Там не запылено. И судя по тому, что кроме кресла тут есть еще и детские игрушки. То я верю в то, что это не для понтов стоит. А так неплохо. Заднее стекло, конечно, царапанное. Из-за предыдущего владельца. Это, конечно, дело можно сполировать. Вот. Но полировать стекло, во-первых, это не дешево. Во-вторых, останутся такие легкие вмятинки. И когда стекло будет чистить щеточкой, то будет видно, что оно неровное. Поэтому либо же замена, либо же так дальше и кататься. А так, в общем и целом, неплохо. Я не ожидал. Ну да, бампер видно, что крашеный. Видно, что он не тополированный. Или вообще даже не полированный. Ошибки у нее не стирались, потому как про ремонт коробки он нигде ничего не писал. Видно, что она пиналась. То есть было написано, что грубое переключение передач. И, соответственно, это уже сразу же замена клапанов. Он менял весь гидроблок. Ну, на этой коробке он так и меняется. Потому что на предыдущей коробке можно поменять отдельно клапана. Здесь нифига, здесь меняется целым гидроблоком. Поэтому, ну, грубо говоря, 600-800 долларов для следующего владельца здесь уже сэкономлено. А все, что сэкономлено, это заработано. Ладно, едем за ней. Значит, по бумагам, которые есть. Вот эта вот пачка, это все только за 13-й год, когда машина покупалась. И за 17-й год, когда 17-й, 18-й, 19-й, ну и 20-й, когда она обслуживалась. Так, значит, что тут у нас? В общем, все бумаги с прикрепленными чеками, с квитанциями об оплате. Нормальная, честная история. Плюс вчера заезжали еще на Салты для того, чтобы взять выписки. И они действительно все совпадают с этими актами. Вот, поэтому история у меня более чем честная. Машина по своей сути очень прикольная. То есть, технически прицепиться к автомобилю особо не к чему. Как бы там ни было, история по автомобилю вся есть. Ни одной активной ошибки нет. На абсолютно любой некомфортно заданный вопрос продавцу, он отвечает абсолютно нормально. Даже ремонт коробки, я спрашиваю, делал? Делал. Прицепиться особо не к чему было. Разве что к резине, которая в понос стертая. Но человек сразу по телефону сказал, что это не резина, а так докатать до октября, может быть, и потом ее сразу выбросить. Вот, заклепки в бампере не хватает. Но он сейчас поехал эти дела устранять. И к моменту, когда мы приедем оформлять автомобиль, все недостатки будут исправлены. Из минусов, на которых удалось сбросить тысячу долларов, это мутные фары. И что-то там еще с пальца высосанное было. Ну, я думаю, что парень уступил просто ради гостеприимства, ну, как-то так. Потому что, ну, объективно, просто не на чем было. Машина вся в родной краске. Там даже капот попитый, он подкрашенный. Кисточкой. Но он в родной краске. Самое интересное, это краска. Со старту первый заказчик доплачивал за этот цвет 1 200 евро. И ждал этот автомобиль. Ну, я не помню, сколько парень сказал. Но он еще его и ждал, пока ему его привезут. Цвет называется тлеющий уголь, если дословно. Он темно-темно-вишневый. Вот как тлеющий уголь нет, он все-таки красный. А этот такой бордово-вишневый. Так смотришь на машину черная. Ну, черная и черная. А подходишь к ней нифига. Она такая аж темно-темно-бордовая. Очень редкий цвет. Днепр, оформление автомобилей. Вот эти вот все автомобили, они приехали на оформление. Нихера не организовано. Кипиш, коллапс, ужас. Просто караул. Я не знаю. Такого срача не видел даже в Луцке и во Львове. Ну, если не ругаться, то я просто помолчу. Значит, по машине. Эксперт оформили. Здесь есть доверенность. Поэтому по доверенности мы сейчас едем к нотариусу для того, чтобы взять вы тех о том, что на данный момент доверенность не аннулирована. Я понимаю, что это проверяет точно так же инспектор. Но я привык все перепроверять. Да, конечно, коллапс в Днепре это просто жопа. С движением, с оформлением, с количеством автомобилей. Я просто в шоке. Что? Извините. Я включил поворот. Я стоял в очереди. Всем спасибо. Дяденька включил задний ход. Поэтому сорян. Ну, в общем-то, автомобиль уже оформлен. Сейчас мы разъезжаемся кто в Киев, кто в Харьков. Находясь в Днепре. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Ну, а я поехал дальше. Ну, в общем-то, и пришла пора расставаться. Потому что один Вольво сейчас поедет в левую сторону. Ну, а мы поедем в правую сторону. Вот как-то так. И прощаемся. Все. Пока-пока.